После освобождения Воронежа от войск вермахта зимой 1943 года, сапёры принялись к разминированию города. Особую сложность составили взлётно-посадочные полосы аэродрома. Больше месяца сапёры не могли найти мины щупами и мины искателями в мёрзлой земле. Тогда туда срочно были вызваны работники кинологической службы Дина Валкац со своим псом Джульбарсом. Джульбарс только что прошёл обучение и тревожно прижимался к своей хозяйке. Дина Валкац также волновалась за своего пса, неизвестно было, как он покажет себя в реальной обстановке. Но когда Джульбарса спустили с поводка, он уже через минуту нашёл первую мину, а потом и вторую, и третью. Через несколько дней на аэродроме красовались таблички с нарисованной собачьей мордой и надписями «Проверено, мин нет». Такая нарисованная собачья морда стала своего рода знаком качества одного из самых знаменитых псов Советского Союза. Применение собак на фронтах Великой Отечественной войны началось практически сразу после вторжения вермахта на территорию СССР. Всем известна героическая рукопашная битва у села Легедзина, где в бой вместе с пограничниками шли их верные питомцы. 30 июля 1941 года, прикрывая отход штабных частей командования Уманской армейской группировки, 500 бойцов и командиров Коломейской комендатуры целый день сдерживали натиск двух пехотных батальонов и 30 танков из дивизии СС Лейпштандарт Адольф Гитлер. Пограничникам удалось уничтожить 17 танков и 20 мотоциклов с экипажами, но силы были явно не равны. Самих пограничников к вечеру осталось всего около сотни. Последним резервом обороняющихся были 25 кинологов и 150 овчарок. В самый критический момент майор Филиппов приказал спустить с поводков собак. Собачья стая с молниеносной быстротой преодолела пшеничное поле и накинулась на пехоту противника. Псы сбивали с ног фашистов, впивались им в горло и рвали их зубами. Пограничники также вслед за своими питомцами пошли в рукопашную атаку. Немцы бежали, запрыгивали на броню своих танков и расстреливали нападающих из пулеметов. В этот день, несмотря на то, что почти все пограничники погибли, немецкую атаку удалось отбить. Оставшиеся собаки ложились возле своих хозяев и никого не подпускали к ним. Немцы, которые только на следующий день возобновили свое наступление, осторожно издалека отстреливали этих собак. С началом войны Дина Соломоновна Волкатс уволилась из театра и поступила на военную службу. Ей пророчили хорошую карьеру актрисы, но война внесла свои коррективы в судьбу девушки. Имея военную специальность, перед войной Дина Волкатс отучилась на инструктора по служебному собаководству, девушка не смогла остаться в стороне. Своего первого пса Джульбарса она выбрала по глазам. Она так и ответила своему начальнику, который недоуменно указал ей на то, что хуже собаки выбрать было невозможно. Джульбарса она ласково называла жуликом. Он оказался умным псом и легко поддавался дрессировке. К тому же, как узнали позже, он обладал феноменальным нюхом. Его обоняние превышало стандартные показатели в два с половиной раза. Это свойство помогло ему находить закопанные мины на глубине более двух метров, а на поверхности земли он чуял взрывчатку больше, чем на 60 метров. Джульбарс участвовал в разминировании дворцов над Дунаем, замков Праги и соборов Вены. Кто бы мог подумать, что солдаты с пряжками, на которых было написано «С нами Бог», минировали католические соборы. Также Джульбарсу мы обязаны спасением могилы Тараса Шевченко в Каневе и Владимирского собора в Киеве, которые тоже были заминированы нацистами при отступлении. Воспитанию собак-саперов в рабоче-крестьянской Красной Армии придавалось особое значение. Дело в том, что собака убыстряет поиск заложенной мины в несколько раз. Если миноискатель-сапера реагирует на весь металл, находящийся в земле, то собака чует только запах взрывчатых веществ. За годы Великой Отечественной войны собаками было найдено, а саперами обезврежено, более 4 миллионов мин. С помощью собак было разминировано 303 города. И, конечно же, самым результативным псом был Джульбарс, который лично нашел 7,5 тысяч мин и более 150 снарядов. Собаки оказались необычайно востребованы на войне, но их катастрофически не хватало. Поэтому через клубы собаководства по всей стране стали забирать у населения всех крупных собак. И не только породистых, но и дворняжек. Людям, отдающих своих питомцев, давали справки о том, что после войны они смогут получить из питомника породистого щенка. 68 тысяч собак было поставлено на службу Красной Армии. Перед отправлением на фронт их переучивали на военные профессии по 8 категориям. Особыми категориями были собаки-санитары, связисты и истребители танков. Собаки-связисты за годы войны под обстрелом и взрывами снарядов протянули более 8 тысяч километров телефонного кабеля, а также доставили свыше 200 тысяч донесений. Они пробирались туда, куда попасть человеку было невозможно. Одна хорошо обученная собака-связист заменяла собой двух человек посыльных. Причем доставка донесений убыстрялась в 4 раза. Во время форсирования Днепра в 1943 году легендарный пёс-связист Рекс трижды в течение дня переплывал реку в самом широком её месте. За годы войны он доставил 1649 донесений и был несколько раз ранен. Но самая большая часть собак служила в санитарной службе. 15 тысяч издовых упряжек вывезли с поля боя более 700 тысяч тяжелораненых бойцов, а обратно подвезли около 3,5 тысяч тонн боеприпасов. Собаки-санитары под обстрелом подползали к раненым бойцам и подставляли бокс медицинской сумкой. Они терпеливо ждали, когда боец перевяжет свою рану, и ползли дальше. Собаки безошибочно отличали ещё живых людей от мёртвых. Потерявшим сознание они лизали лицо до тех пор, пока человек не приходил в себя. Самой трагичной страницей отечественного собаководства было применение собак-истребителей танков. Во время дрессировки их учили не бояться движущейся техники. Для этого собаку не кормили несколько дней, а потом начинали кормить под днищем танка. Далее такую собаку учили заходить под танк, который ехал прямо на неё. На собаку надевали сумку с тротиловыми шашками, взрывателем и специальным спусковым механизмом, торчащим вверх рычагом. Днище танка находится от земли на расстоянии в 40-50 сантиметров. Уже в бою, когда собака забегала под танк, то рычаг, цепляясь за днище, отклонялся и приводил мину в действие. Происходил взрыв, собака при этом гибла. Первой собакой, которая уничтожила немецкий танк 27 июня 1941 года под Рогачёвым, была дворняжка по кличке Ирма. Она доказала на практике действенность данного метода, и вскоре собаки-истребители показали свою эффективность. Тяжелее всего при этом приходилось кинологам. Не каждый решится отправить своего верного друга на смерть, нередки были случаи, когда, видя гибель своего питомца, собаководы также бросались на врага. Их часто приходилось удерживать от этого в окопе силой. Немцы боялись собак-истребителей. Невидимые в высокой траве, шустрые, натасканные на достижение своей цели, эти живые бомбы составляли ощутимую опасность для их бронетехники. В собак сложно было попасть и стрелкового оружия. По всем войскам были высланы инструкции, которые предписывали сразу же уничтожать псов-истребителей танков. Доходило до того, что летчики Люфтваффе гонялись за одиночными собаками, а немецкие солдаты, захватывая очередной населенный пункт, первым делом отстреливали всех собак в округе, во избежание каких-либо сюрпризов. 22 июля 1942 года во время атаки у села Султан-Салы немцы, увидев собак, которые неслись на них, открыли плотный пулеметный огонь и повернули обратно. Собаки уничтожили в этом бою 24 танка из 150, но главное, что они сорвали мощную немецкую атаку. Морально-этические требования не позволили использовать таких собак камикадзе долго, поэтому в целом их применяли в самое трудное для родины время, в 41 и 42 годах. Хотя последний случай применения собак для подрыва танков зафиксирован в 1945 году в Чехословакии, где собаками было подорвано два средних танка и два тигра. При всех минусах использования собак для уничтожения техники, они внесли ощутимый вклад в победу, уничтожив за годы войны около 300 немецких танков. Дина Валкатс помимо Джульбарса воспитала еще одну собаку по кличке Дина. Дина прошла курс обучения истребителя танков, но Валкатс решила использовать эту собаку немного по-другому. Вместе со своим мужем, основоположником советской кинологии Александром Павловичем Мазовер, они дополнительно обучили собаку новым приемом. Осенью 1943 года собака Дина выскочила на рельсы перед приближающимся немецким воинским эшелоном, сбросила в юг с зарядом, зубами выдернула чеку и умчалась в лес. Под немецким эшелоном прогремел взрыв, который уничтожил 10 вагонов с пехотой и цистерны с горючим. Этим взрывом был выведен из строя большой участок железной дороги. Дина стала первой и, наверное, единственной выжившей собакой-диверсантом. Совсем недавно появилась легенда, что того самого легендарного сапера Джульбарса, который реально был ранен в последние дни войны, на параде победы несли на руках. Якобы сам Сталин, узнав, что Джульбарс не сможет пройтись по Красной площади, приказал нести его завернутым в свой китель. К сожалению, это всего лишь миф, и кадры с парада его не подтверждают. Также есть миф, что Джульбарса наградили медалью за боевые заслуги, что тоже не является достоверным. А если вы хотите увидеть реального Джульбарса, то вот он. После войны он снялся в фильме «Белый клык» режиссера Александра Сгуриди по произведению Джека Лондона, где сыграл главную роль. Как и многие актеры тех лет, прошедшие войну, он сделал это замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok